Все кандидаты, кроме Владимира Владимировича, снимают свои кандидатуры. И тогда, значит, мы при этом, ну не мы, я имею в виду политтехнологи, да и возраст на самом деле, как бы уже надо все-таки немножко о покое подумать. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире снова программа «По левому краю». Снова обсуждаем наиболее свежие и интересные новости, поступившие к нам за ближайшую неделю. И начать сегодня хотелось бы с новости, которая упала, можно сказать, сразу же, как мы записали предыдущий выпуск. Фактически мы еще монтировали прошлый выпуск, а новость уже была на лентах. А именно, в ЦИОМ провел опрос россиян и выяснил, что большинство россиян поддерживают установку памятных досок Иосифу Виссарионовичу Сталину. Вот такая новость. А дальше идут конкретные цифры, что большая часть россиян поддерживает установку в публичных местах мемориальных досок, посвященных Сталину, и таковых в ЦИОМ насчитал аж 62% жителей России в результате опроса. То есть почти 2 трети опрошенных выступают за установку. Причем среди молодых респондентов от 18 до 24 лет такого мнения придерживается внимания 77% опрошенных. Самый минимальный показатель, 53%, это среди тех, тех, кому по данным в ЦИОМ было уже более 60 лет, 60 и больше. То есть молодежь 77% выступает за установку памятных досок Сталину. Самый минимальный показатель среди пенсионеров это 53%, тоже больше половины. Рушится вся мифология, которая, собственно говоря, в последние, наверное, лет 20 строилась вокруг имени Иосифа Виссарионовича. И здесь хотелось бы вспомнить сразу же до этого замечательную новость, которая в конце июня, значит, по лентам новостей прошло, что Генри Резник ушел из Московской государственной юридической академии, и уволился после того, как там администрация восстановила мемориальную доску товарищу Сталину. Резник заявил, значит, что он не потерпит, что памятная доска в храме юридической науки не может существовать такому человеку, и уволился. Почему хочу обратить внимание на этот факт? Во-первых, показательно, да, все-таки правозащитник, человек, который на юридических делах собаку съел и позиционировал себя как главный трактователь наших российских законов, выступает против законного, подчеркиваю, законного решения администрации учебного заведения, восстановить и повесить на свое законное место мемориальную доску товарищу Сталину. Тут он выказывает свое фе, увольняется, фыркает, плюет на все юридические и правовые принципы, демонстрируя, дескать, свое недовольство. Ну, как говорится, слава богу, баба с возу кобыли легче. Вообще, собственно говоря, после первой озвученной мной новости, что 62% россиян выступает за то, чтобы мемориальные доски товарищу Сталину присутствовали, хотелось бы, чтобы все резники, все вот эти либеральные правозащитники, которые якобы выступают за соблюдение права, а на самом деле трактуют постоянно двойные стандарты, постоянно подтасовывают, наезжают. После того, как, собственно говоря, пошло прахом их два десятка лет старания по очернению товарища Сталина, по наезду на всю советскую историю, это был, собственно говоря, главный краеугольный камень, на котором ахаивали Советский Союз, начали с товарища Сталина. Все это пошло прахом. Надеюсь, что теперь все эти либеральные правозащитники, всевозможные резники уволятся из России, что называется, белый пароход, господа в Париже, скатертью дорога. Увольняйтесь, господа правозащитнички. Нечего вам делать, народ снова не тот, страна вас подвела. Ну, право, ну, зачем насиловать себя и страну? Ну, езжайте вы к европейским ценностям, где они, собственно говоря, процветают, и там будете как сыр в масле кататься. Это, собственно говоря, вот по этой новости. А основное, о чем хотелось бы более свежее впечатление, произвело действие, а именно прямая трансляция общения Владимира Владимировича Путина с детьми в детском центре «Сириус», который организован при администрации президента. И как сам Владимир Владимирович сказал, его стараниями это его детище, чаяние и так далее. Ну, почему хочется на это дело обратить внимание? Ну, конечно же, да, масса вопросов, прямая трансляция, правда, шла она на НТВ, что тоже такое вот разнообразие вносит в предвыборный пиар главного претендента на пост президента, но, тем не менее, читается это довольно легко, потому что прямую эту трансляцию показали по НТВ, вероятно, рассчитывая на то, что по старой памяти кто-то еще считает, что это более свободное, либеральное, независимое телевидение, хотя, на самом деле, давно этого нет. Но, тем не менее, потом, для подстраховочки, что называется, продублировали, по-моему, на двух федеральных каналах государственных, собственно говоря, полностью всю эту трансляцию. Не вырезками, не нарезками, а целиком и полностью, пожалуйста, посмотрите. Конечно же, это просто общение президента с детьми. Конечно же, это не предвыборная агитация, хотя такого раньше не бывало. Если я не ошибаюсь, не помню таких действий, чтобы Владимир Владимирович разыгрывал, и его команда, собственно говоря, производила такое. Тем не менее, да, естественно, прозвучал вопрос. Забавный и показательный. Там было два интересных вопроса, которые, в общем-то, как бы ложатся в эту канву. А именно, его спросили, дескать, собирается ли он баллотироваться в президенты. Дети тоже подкованные, грамотные. Спросили, Владимир Владимирович свойственный ему на сегодняшний день, на этот период манере, кокетливо заявил, что он пока еще не решил, будет ли он баллотироваться. Что, дескать, это еще рано об этом говорить. Время ему, чтобы определиться, есть. Компания еще не началась. Та-та-та-та-та-та-та. Но тут же, буквально, по-моему, через два или три вопроса, или, я, наверное, может быть, невнимательно отслеживал, но звучит следующий вопрос. Девушка встает и говорит, Владимир Владимирович, а вы уже решили, чем вы займетесь, когда уйдете с поста президента? И тут с той же кокетливой улыбкой гражданин-президент точно так же, собственно говоря, с прищуром говорит, что «Но я же еще не решил, уйду ли я из президентов». Ну, оставим всем любителям, собственно говоря, сказок про демократию, критику того, что, дескать, это будет решать народ, это не Владимир Владимирович решать, кто будет президентом, а кто нет. Оставим это на их совести. Показательно, что Владимир Владимирович на самом деле ведет активнейшую избирательную кампанию, более того, подключая такие пиар-ходы, которые раньше не были задействованы. И тут, наверное, соглашусь с теми экспертами, которые охарактеризовали данную программу как реакцию на навальнинги, то, что мы называем. Команда президента решила задействовать школьников, подтянуть их, собственно говоря, под свою шапку, поскольку стало понятно, что на этом направлении у партии власти провал. Не контролируют они школьников, школьники пошли в другую сторону, и их надо как-то подтянуть. Вот, дескать, не навальнинги, а вот, смотрите, умная, думающая о завтрашнем дне молодежь, она вот настроена на свершение, на программу, общается с президентом, едет в Сириус, где талантливые дети, во всех направлениях, спорт, наука и так далее, и так далее, и так далее, искусство. Вот, вот куда надо направлять свои тчания и свое внимание. Поэтому, ну, опять же, да, повторюсь уже в который раз, стартовавшая компания предвыборная Владимира Владимировича набирает обороты, появляются новые сюжеты, и здесь хотелось бы обратить еще одно внимание. Все больше появляется информация, которую я как-то уже оговаривался, что такой шаг, скорее всего, возможен, и по тому накалу вот этой предвыборной накачки, скорее всего, так оно и будет. Вот все это подтягивание ранее не задействованных электоральных ниш, скорее всего, сделано с одной единственной целью. Владимир Владимирович, скорее всего, на эти выборы пойдет не от какой-либо партии, а как самовыдвиженец. И вот тут встает сразу несколько интересных моментов и, скажем так, прогнозов, которые можно уже сегодня озвучивать и потом посмотреть, как же мы попадем в яблочко, не в яблочко, и, может быть, и в молоко. Тем не менее, если Владимир Владимирович пойдет самовыдвиженцем, намечается несколько таких казусов, которые я бы связал даже с какими-то рисками. Ну, наверное, в администрации президента эти риски прекрасно осознают и давно уже подумали, как их нивелировать. А именно, во-первых, самовыдвиженец должен двигаться по подписям, собрать их там, если ничего не путаю, там несколько сотен тысяч, сто, двести тысяч. Это понятно, что для команды Владимира Владимировича это вообще не вопрос. То есть, это административным ресурсом решается за несколько дней. Там даже будет соревнование, скорее всего, по властям и весям, кто быстрее сдаст, кто быстрее наберет необходимую норму, свою квоту. Более того, кто быстрее атерапортует, что они-то уже все. И так далее. В пользу господина ПЖ, как говорится, из знаменитого кинофильма. Я еще больше люблю ПЖ. Это соревнование понятно будет. Но здесь стоит другой вопрос. Тогда выдвиженец от партии власти, от Единой России, это место становится вакантным. И вот тут возникает вопрос, а кого же, собственно говоря, будет выдвигать партия власти? То, что она, скорее всего, кого-то выдвинет, я, например, лично не исключаю. Вы можете сказать, что да зачем такой огород городить, да все поддержат самого выдвиженца и хватит. Отнюдь. Во-первых, это дает гарантию альтернативности выборов на тот случай, если вдруг так называемая парламентская оппозиция, да, те партии, которые имеют право, думские, которые имеют право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей просто автоматом, только за то, что они сидят и получают министерские оклады в думе, эти партии вдруг, по какой-либо причине, поведут себя не так, как пообещались. То, что они способны вильнуть в сторону, я думаю, в команде Владимира Владимировича убедились еще в 2011-2012 году, когда даже уж на что проверенный с 90-х кадров Геннадий Андреевич колебался и посылал своих эмиссаров как на митинги в защиту действующей власти и вертикали, так и на Болотную площадь, а вдруг, дескать, выгорит и там. Попытался усидеть на двух стульях, за что, собственно говоря, наверное, в какой-то момент был несколько принижен после победы основного кандидата. То же самое нельзя сказать про справедливую Россию. Но мы помним, как команда Миронова приходила с белыми ленточками в Государственную Думу и после этого лидеру этой партии пришлось долго-долго, я думаю, мне так кажется, повторяю, мне так кажется, что, скорее всего, лидеру этой партии пришлось очень долго заверять администрацию президента, что он ничего такого плохого не имел в виду, просто, ну, поддался маленькой моде, не, собственно говоря, покушаясь на основы существующих правил игры. Ну, про Жириновского вообще говорить понятно тоже, поэтому выдвиженец от Единой России, не Владимир Владимирович, который, на мой взгляд, скорее всего, может стать самовыдвиженцем и двигаться не от партий, что дает ему дополнительный такой тезис, как я выдвиженец от народа, а не от какой-то конкретной партии, а выдвиженец от Единой России дает, во-первых, страховку. То есть, мы помним, да, что по действующему законодательству, если вдруг по какой-либо причине все кандидаты, кроме одного, снимутся с выборов, то выборы переносятся, а все зарегистрированные до этого кандидаты в новых выборах не имеют права участвовать. То есть, предположим, такую вообще, я не знаю, иллюзорную схему, да, выдвинутый Владимир Владимирович, там, кандидат от КПРФ, как я уже говорил, моя ставка это не Изюганов, кандидат от ЛДПР и кандидат от Справедливой России. Остальные по подписям понятно, что их неплохо отсеивают, там будет видно, какой кандидат нужен, какой не нужен, но тем не менее, да, и вдруг по какой-либо причине, по какой-либо команде, по какому-либо условному сигналу, договоренностям, я не знаю, все кандидаты, кроме Владимира Владимировича, снимают свои кандидатуры, и тогда выборы признаются несостоявшими, а на следующие выборы все, кто вот был в этом списке, в том числе Владимир Владимирович, не может участвовать в новых выборах. Такую ситуацию надо застраховать, и это может сделать дополнительный кандидат от Единой России, собственно говоря, который ни в коем случае не снимется, и тогда Владимир Владимирович в любом случае будет баллотироваться и бороться с кандидатом от Единой России, даже если все остальные скажут, что в этих выборах без выбора они не участвуют. Это раз. Тут, конечно, есть другой риск, что кандидат от Единой России может попытаться, но, честно говоря, я не вижу таких людей, которые могли бы в Единой России попытаться бросить вызов и сказать, что я не уйду, я хочу быть основным кандидатом, пусть этот самовыдвиженец посоревнуется со мной в честной борьбе, давайте замкнем на меня весь административный ресурс партии власти. Не вижу я такого кандидата, честное слово. А вот, скажем, поставить таким техническим кандидатом от партии власти человека, который, условно говоря, будет претендовать на статус преемника Владимира Владимировича, вот это, наверное, интересный пиар-ход. Тогда он в своей предвыборной кампании будет активно агитировать не за себя, а за Владимира Владимировича. За что его можно будет, условно говоря, за час, за день до выборов снять решение, я не знаю, Верховного суда за то, что он неправомочно вел агитационную кампанию, то есть, когда уже остальные кандидаты сняться не смогут. И тогда выборы все равно состоятся. Но, значит, мы при этом, ну не мы, я имею в виду политтехнологи, при данном раскладе решат сразу несколько задач. Во-первых, они подстрахуют Владимира Владимировича от завала выборов вообще, внезапной самоликвидации всех остальных кандидатов. Это раз. Во-вторых, они засвечивают кандидата, который придет на смену. У Владимира Владимировича все-таки второй срок наступит. По конституции если ничего не изменится, то, наверное, через следующие шесть лет он не будет баллотироваться. Да и возраст, на самом деле, как бы уже надо все-таки немножко о покое подумать. И тогда, значит, партия власти может засветить кандидата. Более того, она может его засветить именно как самого проверенного ВВПшника, который будет агитировать не за себя, а всю свою агитацию, как я помню, по-моему, на самых первых в 2000 году выборах тот же гражданин Миронов выпускал газету, она, если ничего не путаю, называлась «Пути новой России». Но набран этот заголовок был таким образом, что читалась «Путин новой России». То есть, вся агитация Миронова тогда сводилась к тому, чтобы поддерживать основного кандидата. И в этой ситуации, думаю, технический кандидат от «Единой России» мог бы тоже все свои ресурсы и разрешенные законодательством финансы, которые ему перечислят, понятно, представители партии власти, да и бизнесы, которые заинтересованы в этом. То есть, грубо говоря, у основного кандидата будет двойной бюджет. Двойной бюджет, не считая административного ресурса, поддержки партии власти и агитации. Ну, это вот такая схема, которая могла бы сработать при тех раскладах, которые, как я уже сказал, нарисовываются в случае выдвижения Владимира Владимировича самовыдвиженцем. О чем в последнее время все больше свидетельств поступают и якобы эксперты уже всерьез обсуждают все плюсы и минусы этого сценария. Вот такие новости решил я с вами сегодня обсудить. До новых встреч в передачах. Комментируйте, будем дальше общаться. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова